МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости муниципалитета. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Победный заплыв Евгения Рылова на чемпионате мира. Ну и вот последний четвертак. Мощно финиширует Райан Мёрфи, но Женя Рылов фантастичен. Состоялась встреча с дольщиками жилого комплекса «Новая развилка». Я думаю, что сегодня уже должно быть какое-то конкретное решение быть принято. Юным жителям Ленинского района вручили их первые паспорта. Дает мне большие возможности, большой шаг в будущее. Сегодня пришла замечательная новость из корейского города Кванчжу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Наш пловец Евгений Рылов стал одним из восьми участников дистанции 200 метров на спине. Тот, кто следит за спортивными достижениями Жени, знает, эта дистанция считается самой успешной у нашего пловца. Напомним, что в предыдущем заплыве на 100-метровке Евгений Рылов финишировал вторым и взял серебро, но болельщики очень надеялись на сегодняшнее выступление. И вот он, победный заплыв. Ну и вот последний четвертак. Мощно финиширует Райан Мёрфи, но Женя Рылов фантастичен. 1,47,02. Продолжается строительство дороги, которая обеспечит выезд из новых микрорайонов на трассу М4 Дон. В настоящий момент участок протяженностью более 450 метров готов к укладке асфальта. Как выясняется, строители постоянно сталкиваются с непредвиденными трудностями. Подробнее о них расскажет Максим Козлов. Строящаяся дорога будет иметь протяженность почти полтора километра. Здесь планируется сделать три полосы и возвести как выезд, так и въезд с московского направления. Ее пропускная способность – 64 тысячи автомобилей в сутки. Строительство дороги делится у нас на три этапа. Это первый этап, самый большой проблемный – это улица. Это от начала улицы Калиновой, заканчивая примыканием и выездом на М4 Дон. Второй этап – это реконструкция Донбасского моста. И третий этап – это реконструкция Донбасской улицы. Несмотря на то, что строительство выезда из новых микрорайонов идет полным ходом, до сих пор существует сомнение, что ее успеют построить к концу года. По мнению местных жителей, когда это произойдет, транспортная проблема в новых микрорайонах будет решена. Как думаете, сильно разгрузит дорогу в центр? Конечно, это безусловно разгрузит. На данный момент порядка двух часов, трех часов добираться – это ужасно. В этом году, говорят, будет до конца года. Я прочитал вроде, венцел обещал. Ясно. А как думаете, сильно разгрузит центр города? Центр однозначно разгрузит. Я, правда, рано выезжаю, я особо в пробку не попадаю, но хотелось бы, конечно, дорогу. Ну а как думаете, до конца года успеют? Что говорят? Говорят, успеют. В середине мая начались подготовительные работы и уборка верхних слоев земли, постройка траншеи под дорогу. За это время выбрано 80 тысяч кубических метров грунта. Здесь и обнаружились первые проблемы. В связи с тем, что долгие годы сюда вывозили, складировали там свалки, строительный мусор, то есть натыкаемся, вот, и попали на пересечение инженерных сетей. Это у нас газ, это у нас напорная канализация, хозяйственная водопровод, то есть произвели как раз-таки сейчас все необходимые мероприятия по усилению, по защите инженерных сетей, по углублению, вот, и пошли дальше к строительству дороги. Сложный рельеф местности, по которой прокладывается дорога, также является своеобразной головной болью для строителей. Более 400 метров дороги уже практически готовы к укладке асфальта, но чтобы полнее увидеть, с чем сталкиваются строители, нужно пройти всего несколько метров вперед, и мы увидим огромный овраг. Чтобы его засыпать, требуется 50 тысяч кубометров песка. Это порядка трех тысяч автомобилей. Добавляет проблемы погода. В низине болотистая почва, и здесь скапливается вода, соответственно, строителям приходится проводить мероприятия по отводу воды и замещению грунта, несмотря на все эти трудности. Они прикладывают все усилия к тому, чтобы до конца года дорога была построена. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Проблема строительства жилого комплекса «Новая развилка» вышла на первый план среди прочих. За четыре года работы по возведению новых жилых домов не сдвинулись с мертвой точки. За решение этой сложной задачи взялись муниципальная власть, а также региональное правительство. В детской школе искусств поселка «Развилка» состояла встреча главы района Валерия Венцеля и первого заместителя министра жилищной политики Московской области Людмилы Ращепкиной с дольщиками и местными жителями, чьи дома признаны аварийными. Татьяна Брылова продолжит. В здании «Развилковской школы искусств» собрались жители старого поселка, уже не первый год живущие в аварийных домах, а также люди, которые приобрели квартиры в новом жилом комплексе. Четыре года назад, когда стартовал проект «Новая развилка», у одних появилась надежда на скорое переселение, другие начали строить планы будущей жизни. У Елены Борисовой дочь выросла. Было решено, что пора и жить отдельно, и взяли ипотеку в новом ЖК. Четыре года семья экономила каждую копейку, ежемесячно платя ипотеку. По договору у нас стоит конец 2019 года. Мы должны были въехать. Через месяц, в сентябре месяце, у нас написано ориентировочный срок сдачи. Наталья Беттина всю жизнь прожила в старом поселке. Последние годы жители аварийных домов ждут расселения. Надежда была на ЖК «Новая развилка». Сегодня Наталья и ее соседи уже с последней надеждой пришли на эту встречу. Мы регулярно с администрацией общаемся, и мы в курсе дела. И я думаю, что сегодня уже должно быть какое-то конкретное решение принято. Сначала участникам встреч рассказали о том, как обстоят дела на сегодняшний момент, а также какие шаги решено сделать, чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки. Мы в курсе ситуации провели ряд встреч и совещаний в министерстве. Что мы решили по той проблематике, которая на сегодняшний день. Но то, что застройщик, во-первых, возобновит системный прием дольщиков, когда неосится продаж, определено у нас два дня, а в течение двух дней еженедельно приемы будут осуществляться. В министерстве прорабатываются два варианта возобновления строительства жилого комплекса. Первое – это привлечение проектного финансирования, то есть через кредитные организации. Второй вариант – передать дело крупным застройщикам, которые в Ленинском районе показали себя с надежной стороны. На встрече каждый смог задать интересующие его вопросы. Конечно, некоторые не могли сдержать эмоции. Я купил вас в июне два квартира. Шесть миллионов вам обладает. Этот день я хочу узнать в неделю. Вопрос был задан непосредственно представителю застройщика, заместителю генерального директора Инвестсити Олегу Туровскому. У Инвестсити, кроме платежей по строительству, вы уже слышали, есть арендные платежи за землю. Есть помоги, есть заработная плата сотрудников. То есть получается, что дольщики все это время оплачивают нужды компании? Конечно, этого люди, которые вложили свои деньги в строительство, понять не в силах. Вопросы сыпались один за другим. В каждом слове не проблема, требование. Сделать что-то, чтобы стройка, которая стоит уже полтора года, вновь заработала. Но в зале не только дольщики, здесь же представители некоторых из них. Эти люди отрабатывают свои деньги, но каким образом? Требуют признать строительный объект проблемным. Такого исхода допустить местные власти не могут. Ведь тогда это бремя ляжет на муниципалитет, в бюджете которого таких денег нет. Валерий Венцель также сделал акцент на том, что перед руководством муниципалитета и региона стоит задача не только достроить жилые дома. В новом ЖК должна появиться вся запланированная инфраструктура. На четырех домах этот проект не останавливается. И этот проект, он не просто состоит из достроя, а там еще, как я уже говорил, социалка. Там переселение, которое тоже является существенной нагрузкой на застройщика. По окончании встречи вынесли решение о том, какие действия будут предприняты в ближайшее время по регулированию ситуации в ЖК «Новая развилка». Один из первых шагов – получение одобрения на кредитование проекта от банков. Все новости, заинтересованные в данном вопросе люди, могут узнавать на официальном сайте администрации Ленинского района. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Юным жителям Ленинского района, которым исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке вручили их первый главный документ – паспорт. О том, как все прошло, узнаете из нашего сюжета. В управлении ЗАГС свои первые в жизни паспорта получили шесть жителей Ленинского района. Перед началом церемонии ребята немного волновались, но в то же время были счастливы. Дает мне большие возможности, большой шаг в будущее. Я смогу уже, в принципе, работать. Наконец-то я получу банковскую карту, перейду в высшую школу, так сказать. И, да, я, в принципе, счастлив. Я очень к этому готовился и долго ждал этого. Здесь сегодня торжественное мероприятие, потому что уже получается юридическая ответственность. Уже надо серьезно относиться к жизни, да. Поэтому долгожданный день. Я думаю, для того, чтобы считаться гражданином, очень важно любить свою родину, свой дом, свою школу, своих друзей, свой город. Это все – Россия. Началось мероприятие с гимна России, что придало ему еще большей торжественности. С сегодняшнего дня юноши и девушки начинают нести ответственность за свои действия и поступки. С поздравительным и напутственным словом к ним обратился заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнев. Мы всегда рады будем, если вы по окончании учебы или кто-то по-другому сложит судьба, свяжете свою трудовую деятельность с нашим Ленинским районом. Поэтому всегда будем вам рады, ждем вас, поскольку вы наши граждане, наши земляки. Кроме документа, молодым людям вручили памятные обложки на паспорта и Конституцию Российской Федерации. По окончании официальной части собравшихся ждал музыкальный подарок. После чего новоиспеченные обладатели паспортов получили поздравления от своих родителей и родственников. А чтобы этот день запомнился на всю жизнь, участники мероприятия сделали общее фото на память. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 50 лет назад в Видном произошло поистине грандиозное событие, которого ждали с нетерпением все жители, а особенно те, кто любил спорт. В середине июля, в день празднования Дня Металлурга, был торжественно открыт стадион. Прошли годы, но в памяти тех, для кого спортивный комплекс стал точкой притяжения, остались мгновения первых футбольных матчей. Первые победы и тот спортивный дух, который жил в каждом из них. Сегодня они готовы поделиться своими воспоминаниями. В историко-культурном центре, где собрались ветераны видновского футбола, все располагает для интересной беседы. Краевед Владимир Меньшов, инициатор встречи, подготовился заранее. Нашел исторические фотографии и подписку газеты «Московский коксохимик тех лет», развеяв некогда имевшиеся сведения, что стадион был открыт в 1972 году. А вот в газетах мы нашли подтверждение, что действительно стадион открыт был в 1969 году, и после этого футболисты нашего завода стали иметь свое поле. Место для строительства стадиона было выбрано не случайно. Рядом с Березовой Рощей в те годы сосредоточилась культурно-спортивная жизнь города. Соревнования по волейболу, все там было, и танцы там были, духовой оркестр играл постоянно, буфет был постоянно. Березовая Роща была зоной отдыха. Сегодняшним участникам встречи в том далеком 1969 году было кому-то 13, как Анатолию Суботину, а кто-то, как Владимир Кузнецов, уже и армию отслужил. После Нового года, в 1969 году, начались тренировки за Домом культуры, поле было небольшое. Константин Григорьевич Котельников, он тогда как бы играл, давно уже играл за Винновскую команду, за Металлург, он начал нас тренировать. На другом импровизированном поле в Березовой Роще тоже занимались футболом. Здесь тренировалась команда «Труд». Именно она после была переименована в Металлург. И в день открытия стадиона, который приурочили к Дню Металлурга, футболисты сыграли с команды ветеранов. Владимиру Хабузову тогда было всего 19. Я был как-то самый молодой, я вышел все играть на 15 минут в втором тайме. Это было так престижно было, потому что такие играли, там звезды были, футбол на нашем местном значении. Ну а даже играли некоторые в команде мастеров, класса Б, это Котельников, там Косоруков, Старостин Викторович, то есть ребята, которые, можно было с них брать пример. А футбольное поле было какое. Руководство стадиона и завода просили спортсменов беречь его. К слову, с травяным покрытием тоже связана интересная история. Появилось оно благодаря Павлу Федоровичу Гаевскому. Он был в служебной командировке во Франции. И на свои командировочные он купил 8 килограмм семян для того, чтобы вот эту траву поселить. Анатолий Суботин рассказывает, как в ту пору мальчишкой просился летом поработать на стадионе. За травяным покрытием был такой уход, что не всем доверяли. Поле было не хуже, чем в Лужниках. Были импортные машины, которые для Казьбы. Нас не допускали, мальчиков до этого. А вот вытаскивать одуванчики специальными этими, это мы делали. Вот наша работа была. Вспоминают футболисты то время, как благодатное для развития спорта в Видном. Была возможность расти, получать спортивные разряды, много играли на выезде, даже за рубежом. И в Видное приезжали футболисты разного уровня. Ветераны хорошо помнят и ребят, с которыми играли, и тренеров. В Север-2 вернулся из армии в коллектив «Металлова». Тренером был тогда еще, замещал Виктор Иванович Старостин. И попал в коллектив. И потом пришел тренер Водягин Алексей Алексеевич. Сегодня стадион тоже живет полноценной жизнью. А время, когда наши герои только начинали играть в футбол, уже стало историей Видновского края. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам хорошо провести выходные дни. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова